Здравствуйте, с вами снова сад Вероника. Существует много способов, методик посадки клубники, но мой канал в основном для начинающих, и в этом фильме я расскажу о самом простом, доступном способе ее посадки. Я бы назвала его классическим. Все начинается с места. Оно должно быть открытым и солнечным. Готовим почву заранее. Это важно. Чтобы почва была влагоемкой, пушистой и плодородной, добавляем много органики, золы, и если можно обойтись без минеральных удобрений, то хорошо. Ведь корни молоденьких кустиков не очень готовы к этим удобрениям. Посадочный материал должен быть очень качественным. Не советую брать усы у соседей. Обычно хозяин лучше посадит себе, а оставшиеся предложат вам. Или это просто усы, которые беспорядочно растут и их жалко выбросить. Они немного вытянутые, имеют не очень развитую корневую систему. Продают сейчас клубники много. Прежде чем купить, узнаете о сорте. Если такую информацию вам не предоставят, значит продавец несерьезный. Внимательно осмотрите растения. Важно, чтобы был не хилый заморыш, а коренастый, темно-зеленый, жирненький кустик со здоровыми листьями и закрытой корневой системой. Такая клубника быстро приживается и уже на следующий год даст вам свои первые ягодки. Но самая лучшая рассада – это выращенные своими руками. Когда у клубники появляются усы, мы выбираем лучшие и прикапываем на открытом месте, разрыхляя под ними землю. Я как-то показывала в своем видео этот процесс и получила замечание от одного зрителя, что слишком много возни. И проще собрать срезанные усы в пучок, завязать корни в черный пакет, и через две недели будет хорошая рассада. Я все же считаю, что такие ускоренные методы не могут дать качественную рассаду, ведь усик, который остается у мамочки, питается из двух источников – от материнского куста и от своей собственной корневой системы. Он развивается по сценарию, который придуман природой, а природа знает, как лучше. Кроме того, нужно помнить, что лучшие усы получаются от самых сильных материнских кустов и только первого порядка. Сильные кусты нужно выбирать не по сильным листьям, а по сильному урожаю, то есть усы берем самых плодовитых кустов. Когда усики подросли, их пуповину можно подрезать и немного дать им пожить самостоятельной жизнью. Идеально это прикопать усы прямо на их постоянное место. Вот у меня рядок прошлогодней посадки и рядом с ними я заложила новый ряд. Обрезаем и порядок. Ничего никуда пересаживать не нужно. Но если такой возможности нет, то усы пересаживаем. На их новое место. К концу августа, начало сентября, наши детки полностью готовы. Мы берем их совочком или маленькой лопаткой, максимально сохраняя корневой ком. Познакомимся с подросшим усиком поближе. Отличная корневая система, крепкие листья. Деточку уже не назовешь. В центре находится сердечко, место, откуда появляются новые листочки. Оно должно быть здорово, без каких-то намеков на гниль или присутствия паразитов. Этот юный кустик на следующий год даст нам свои первые ягодки. Иногда он вырастает настолько крепким, что дает нам свои усы в первый же год. Они его будут истощать. И, конечно же, их нужно обрезать. В приготовленной грядке выкапываем ямки по размеру корневой системы и сажаем так, чтобы кустик не был заглублен. Важно не заглубить сердечко, чтобы центр с нежными молодыми листочками не загнил. Слишком высоко сердечко поднимать тоже нельзя, ведь зимой кустик немного выперет и он может просто замерзнуть. Землю хорошенько уплотняем и обязательно поливаем, чтобы она плотно распределилась у корней. Полить можно розовым раствором органцовки, а если еще достаточно тепло, то раствором фитоспорина для профилактики заболеваний. Снова подсыпаем землю и утрамбовываем ее так, чтобы кустик оказался в небольшом углублении. Зачем? Дело в том, что за зиму, как правило, колубнику немного выпрет из земли, то есть куст приподнимется, что сделает его уязвимым для весенних заморозков, когда снега еще нет. А так мы сможем эти кустики немного подокучить весной, ямки заполнятся и грядки будут ровные, без холмиков. Расстояние между кустами зависит от сорта. Из моего опыта лучше в рядочке немного загустеть, а между рядами оставить место побольше, чтобы клубника росла строчкой. Слева и справа от молодых кустов как раз останется достаточно места для новых усов, которые мы будем собирать с нее в следующем году. Так будут выглядеть наши посадки через год, ну а через два, возможно, уже нужно будет ее проредить. Если своих усов достаточно много, то жалеть выкопанное при прореживании не стоит. Тем более, что выкапываем-то мы наиболее слабые по урожаю. Молодые посадки можно замульчировать, только не соломой или сеном, чтобы не устроить в грядке зимний курорт для мышей. Но осенью это не обязательно, ведь уже нет такой жары и засухи. А вот с молодыми сорняками под зиму вообще бороться не надо. Они довольно быстро появятся на новых удобренных грядках. Нам не нужно на них сердиться. Это, пожалуй, единственный случай, когда они из врагов превращаются в союзников. Поднявшись над клубникой, они уберегут ее от нежданных заморозков и будут задерживать первый снежок. Я свою клубнику на зиму не укрываю, но если боитесь оставлять молодежь один на один с суровой зимой, то засыпьте ее сухим листовым опадом. Сделал дело, гуляй смело. Теперь можно идти готовить банки, подварения из нового урожая. С вами был канал Вероника Поливкина. Всего вам доброго. До новых встреч!